Значит, обнаружен труп. На трупе находятся дутловатости тела, стечение крови из естественных отверстий, подозрение на сибирскую язву. По легенде, в лесу обнаружили труп животного с признаками заболевания. В месте происшествия тут же объявляют карантин. Зайти на территорию можно только в защитных костюмах и при наличии прививки. Специалисты берут пробы и доставляют их в лабораторию, чтобы в течение 24 часов подтвердить диагноз. Труп заворачивается в ткань, в герметичную пленку, либо в мешок, для того, чтобы исключить попадание из течений на почву. Труп животного заворачивают в герметичный пакет и материал, который пропитан дезинфицирующим раствором и сжигают. Территорию обрабатывают, почву перекапывают и орошают раствором хлорные известия. Распространение особо опасное, болеют и животные, и человек. Есть молниеносная форма, есть острая, подострая, хроническая форма. Молниеносная форма протекает быстро, в течение суток животное погибает. В отработке алгоритма действия приняли участие сотрудники ветстанций Челябинска и Кургана, Распотребнадзора, Минселькоза и МЧС. После чего провели разбор полетов, чтобы устранить ошибки. Учения решили провести из-за вспышек сибирской язвы в Чувашии и в Туве. На Южном Урале случаев инфицирования не было с 90-х годов. «Для того, чтобы не взяли данное заболевание, на территории области мы проводим иммунизацию против данного заболевания. Крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот». Особое внимание уделяют районам, которые граничат с Казахстаном. В соседней стране ветеринарно-санитарная обстановка пока не самая лучшая.